Торт с вареньем на кефире. Ароматный и воздушный торт со сметанным кремом. На вкус торт получается просто удивительным, даже не скажешь, что он состоит из простейших ингредиентов и готовится буквально закрытыми глазами. Варенье можно брать какое хотите, только без косточек, сливовое, клубничное, персиковое, малиновое и так далее, но если в нем содержатся ягоды, то их лучше предварительно перебить в блендере до получения однородной кашицы. Когда торт готов, поставьте его ненадолго в холодильник, чтобы он как следует пропитался. Состав рецепта на 10 портс. Растительное масло 1 чай. Эл. Кефир 1 стак. Сахар 1 стак. Мука 2 стак. Яйца 2 штуки. Варенье 1 стак. Сода пищевая 2 чай. Эл. Сахар 1 стак. Сметана 1 стак. Шаг 1. В глубокую миску всыпаем сахар, предназначенный для теста, и вбиваем яйца. Взбиваем миксером на средних оборотах в течение 5-7 минут до образования пышной и светлой массы. Шаг 2. В отдельную посуду вливаем кефир комнатной температуры и добавляем варенье или повидло, я брала яблочное. От вида варенья будет зависеть цвет и вкус торта. Перемешиваем миксером на малых оборотах до однородности. Шаг 3. В миску с яично-сахарной смесью вливаем кефирную, добавляем пищевую соду. Перемешиваем силиконовой лопаточкой. Шаг 4. Всыпаем просеянную муку и аккуратно перемешиваем все венчиком до тех пор, пока не останется мучных комочков. Тесто получается средней густоты. Шаг 5. Форму для выпечки у меня разъемная. Смазываем растительным маслом и отправляем в прогретую духовку на 5 минут. Масло прогреется и корж не прилипнет. Выливаем сразу все тесто и немного потрясем форму, чтобы оно разровнялось. Отправляем тесто в духовку при температуре 160 градусов на 40 минут. Шаг 6. Готовый корж вынимаем из духовки, даем немного остыть и извлекаем их формы. У меня форма диаметром 16 сантиметров 5 миллиметров, корж вышел высоким. Шаг 7. Готовим крем. Для этого смешиваем сметану с сахаром. Миксером взбивать не нужно, а просто аккуратно перемешать ложкой. Сметану берем жирностью 20 процентов и выше. Шаг 8. Бисквит разрезаем поперек на второго части, выпуклую верхушку можно срезать. Смазываем нижний корж кремом. Сверху выкладываем второй корж. Шаг 9. Его также смазываем кремом и сверху можно посыпать тортёртым шоколадом.